Уважаемые хозяева, вот этот кусочек моего дерева я пришел заснять. Груши могли бы съесть, никто бы вам слова не сказал. Это то, что перевесилось на ваш участок. Урожай был слабенький. Помните, 10 ведер было? И нынче вообще не было груши. Ну, год такой. Спасибо. Дело в том, что вроде бы груши плохой год, а сварогу хоть бы что. Это я не вам говорю, это мы учебный фильм снимаем. У меня у соседей, у Аржаков, хороший груш. Прямо рясно так было, но они уже собрали. Правильно. Только, знаете, когда я сюда приехал, здесь не было груш ни у кого. О, догадайтесь, почему. Потому что меня тут не было. Ну ладно, так, не отвлекайте. Не отвлекайте. Как будто мы с вами не видимся. Ну да. Так, пробуем. Давай. Пробуем. Это Игорь Александрович, кто еще не знает. Вот. Это Алтайская селекция. Это три автора. Третий автор моя любимая подруга Бойкова Галина Николаевна. Да. Многолетний директор Шушенского ГСУ. Вот. Почему получилось так, что вот эти груши наиболее морозостойкие, наиболее урожайные. Вот эта ветка одна позапрошлый год дала, или прошлый, уже путаюсь. Вот. Вот одна. Она сюда упала, здесь вроде. И я к чему говорю. Значит, она, когда большой урожай, очень даже почти невкусная. А когда вот сейчас, я хочу услышать, когда урожайчик... Она интересная, такая сочная. Она сочная. Не приторная. Не приторная. Кислинка есть. Есть. Вот. Так вот, я, Шушенцы как-то приезжали, я им продал стой, которые мы поднесли, ну, 10 минут назад мы мимо проходили. 10 ведер. Вот. И они сказали, что слаще не едали. Можно догадаться. Может, год был хороший? Да нет, это Шушенцы, откуда у них груш-то... А, у них-то потому что все такое... Да. ...посредственное. Ну, в общем, мнением такое, значит. Так как она необычайно морозостойка, необычайно урожайна, вот. Практически самоплодная. Может, без соседей плодоносит. То. И... Чего смеемся? Вот. Живете в раю и даже не знаете об этом. Знаю. Вас бы это самое, куда-нибудь, в Норильск, как я. Не снимайте себя. Ладно. Вот. Я даже так думала, а меня все время снимают. Так, мы снимаем учебный фильм. Это вам не подиум. Так вот. Мы собираем... И все время меня перебивайте. Все время меня перебивайте. Значит, я снял со своей половины, собрал ведер 6-8 на семена. Вот. Сразу говорю. Семян может получиться качество хуже. А может, лучше. Почему? Потому что по соседству с ними живут и плодоносят. Лесная красавица. Нарядная эфимова. Супер сорта. Ну вот. Вот и все. Вот. Сказка заканчивается. Сегодня 9 октября. Это последняя груша. Ну вот так. Теперь, Елена Александровна, еще эта самая просьба. Теперь, если нужны будут на семена. Также я... Вот уссурийская та груша, что остались плоды. Собирает делать свой генофонд. Эти теперь... Эти все... Ну как сказать. Вот. Пришли, все равно не наше часто. Вот все лучше остальное. Возьмите на... Если они вас интересуют. Ну коровам опять. Ну уж если коровам вы будете... Так вот, еще раз повторяю. Она не верит. Да я заберу. Она не верит. Они яблоком... Вот видите яблоки в руках? Они коровам. А почему? Еще раз говорю. Это для тебя есть. А-а-а. Это сладкие. А у коровы спросили? Она, которая похожа к коровам. У коровы спросили, согласен? Она уже привезла. Я говорю, я говорю, это... Заелись вообще. Ну а куда? Раньше, да, машины подходили, фуры подходили. Мы сдавали яблоки. А сейчас сдавать ничего не все. А сейчас все. Год такой, что страшно. Ну все, ладно. Так и на санэ. Ну это прям я шикарные выбрала. Ну выбрала, все, пошли. Но у меня жадность, конечно. Есть и жадность, это... Душит. А у вас в Красноярске-то нету, Лена? Ну вот такие вот у нас есть. Есть. Все, друзья, я отключаю видео, потому что нам скоро уезжать. Вот. Благодарю за внимание. Когда я уже перееду сюда, я, наверное, перестану удивляться. Ага. Тоже разводить будешь. Так я намереваюсь не хуже, чем у Валерии Константиновича. Какое хуже? У нас цели какие? Лен, Лен, у них вот это вот, все, вот это истинно, все, все. Так я что, я тут же прописалась у них. Все, все, девчата, некогда мне с вами лясы тащить.